Итак, у нас сегодня в студии актер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Вячеслав Морозов. Аплодисменты приглашаем. И Елена Истягин-Елисеева, директор Государственного музея. Коллеги, аплодисменты. Государственного музея спорта. Вячеслав, ну вы снимались в этом фильме. Вы в том числе рассказываете молодому поколению. А какие у вас самые яркие впечатления? Что вам запомнилось больше всего? Мне запомнилось больше всего, что, во-первых, всех артистов подобрали, которые действительно хорошо играют в футбол. Был очень большой отбор. И артисты, правда, все футболисты. Потому что, как мы знаем, в других фильмах, ну, не будем о них говорить. Вы тоже с Алексеем Пимановым играли в футбол? Да, да. Так, кто кого рассказываете? Ну, Алексей Викторович, конечно же, со своим большим опытом. Ну, короче, вас уделали. Конечно. Я поняла. Алексей Викторович. Вот. Поэтому ребята все были очень классно подобраны. И мне запомнилось больше всего вот эта вот форма. Вот эта форма динамо. Блин, она сделана из того же, как будто бы материала нам показывали в музее. И по этим же материалам сделали форму. Она такая классная. Ее хотел себе забрать, но, насколько нам сказали, что ее куда-то в музей тоже заберут. В ней было очень комфортно играть. Классно. Единственное, нюанс, вот эти вот бутсы с гвоздиками. Действительно, скажу вам, гвоздики ощущал все, которые есть. Гвоздики ощущал все. И постепенно мы бегали первые тренировки. Все, конечно, шипы повыпадали эти гвоздики. Но потом мы привыкли. Как вам сама эта история? Вы же наверняка до этого проекта, но если и слышали, то поверхностно. Честно сказать, я вообще не слышал про эту историю. Вообще. И я удивился, что я, как человек, артист, актер, и я с детства играю в футбол, и я не слышал про эту историю. Естественно, когда объявили этот кастинг, я прочитал, узнал. Там мой персонаж Евгений Архангельский, когда уже утвердили. Это поколение действительно победителей, как Алексей Викторович говорит. Это красивые люди. И это кино для красивых людей. И поэтому вот эти хроники, кадры мы, которые смотрели. Мы же даже стояли, вот в начале, где в кадрах есть, мы даже в таком же по порядку стояли, как по-настоящему. Слушайте, да я был шокирован, когда узнал, что сел Бобров, он был приглашен. Он капитаном был, да, в итоге? Да, 6 голов он забил. Там история, кто-то даже не хотел его брать. В итоге он самый результативный был, 6 голов. Он одинаково хорошо и профессионально играл и в хоккей, и в футбол. Был капитаном и хоккейной сборной, и футбольной, понимаете? Это уникальная вообще история, и должна знать эта вся страна. Каждая семья, я считаю, все с детьми, с родными, близкими, друзьями, идите. Показатель очень важный, когда фильм нравится детям. Этот фильм нравится детям, это я знаю наверняка. Спасибо вам большое. Завтра все вместе встречаемся в кинотеатрах. Спасибо. Спасибо.